добрый день дорогие друзья и подписчики сегодня мы с вами в одессе посещаем один из одесских зоопарков под названием биопарк он был открыт несколько лет назад честно первые года мы сразу посещали его при открытии первые года ну было сказать знаете как новый зоопарк который тяжело развивается вроде бы были большие деньги вложены но при этом ну скажем так на те деньги которые он стоил не особо было что посмотреть сегодня мы с вами посетим его и вместе с вами увидим что изменилось за эти годы и так оставайтесь с нами подписывайтесь на канал ставьте лайки комментируйте а мы идем в биопарк и постараемся сейчас у них открылась сафари постараемся попасть на сафари и покажем вам что почем и что интересного так мы с вами двигаемся на сафари так называемая вот такой вот душегубки всех загоняю стоя по 30 человек плюс-минус а а а а а сейчас более-менее прохладно поэтому они больше опасаются они больше гуляют а в жаротах бадут и сидели да вместо них тут удочки наши украинские прилетели их начали покарли домик поставили вот и вот появился новый участник вот такой открывается отсюда вид забора заднего нет сзади кладбище комфорта 0 все стоя плюс дорога нормально не делала поэтому все это трусится честно до европы нам когда это куланы внешне они похожи и на слов и на лошадей потом мы не подъедем поближе потому что это страусы страусы крупнейших на земле сейчас мы наверно там время кожи и все пока может там попрятались пока что что тут пусто на самом деле они там все в углу сидят ребята всем кто нас смотрит не рекомендую сразу говорю такой вот гадюжник иначе его не назовешь за эти деньги повторюсь въезд сюда 150 гривен по попах помимо входа с каждого человека 200 гривен с левой стороны сейчас будут сейчас не подъедешь они там все собрались там азиатские бутына и поймала там африканские короба тузи сейчас все у них вот смотрите как вы понимали вот это у диких животных поилка ужас позор просто позоришь и деньги такое сделать чтобы плохо не назвать сафари вот все наша первая остановка будет африканский короба тузи тежно с длинными рогами и азиатский бутылок бутылок здесь целая семья здесь мама бутылок папа бутылок и малыш бутылок вот она смотрит это мама и папа а малыш лежит родился зимой по размерам уже своих родителей ну и по названию понятно что азиатский родиной буйвол большую часть своей жизни проводят в воде утром и вечером в прохладное время суток они пасутся и превышают размеры их глаза память длится 45 секунд каждые 45 секунд эта счастливая птица начинает шить с чистого листа ну и они постоянно забывают мы каждый час сюда едем каждый час они пытаются прослыться они постоянно повторяют и кстати как видите здесь есть черные страусы есть серые страусы одни из них девочки другие из них мальчики как думаете черные например это мальчик или девочка мальчик девочка уже в месячном возрасте могут разгоняться до 50 км в час и они могут поворачивать не снижая скорости кстати второй верблюд ричард вот у заборчика подошел мы сейчас чуть-чуть подъедем сейчас про страусы расскажу вот как думаете что нужно делать если на вас напал страусы прятать голову они тоже измельствуют глюзи внешне они даже немножко похожи у них одинаковая мордочка у них вот одинаковое строение черепа у них нет как-то иного делятся на два лагеря на самцов и на самок мальчики налево и девочки направо вот у нас они тоже так делятся тут девочки а там по мальчику и когда самец захочет внимание самки он должен будет доказать свою стойкость и выносливость и на предотвечении 5-6 часов а у нас этот пункт пропускается потому что у нас сегодня он хранит мужского гормона то есть по сторонам все пушки и пущи будут его в руках Гера ты к нам подойдешь Гера вот наш грозный и опасный праздник а Гера уже идет вот у меня только приманка на самом деле кушат они гораздо больше в день самка съедает 5 килограмм а заметки за раз они даже 30 килограмм могут съесть а потом всю неделю переваривать Гера красотка красотка такая вот это просто чтобы они подошли просто им как конфетку съесть на самом деле ну и кстати обратите внимание так я попытаюсь наверное присесть чтобы все видно было обратите внимание на шершавый язык Геры зубами они только для охоты пользуются а языком слизывают мясо с кости он очень шершавый такой как наждачка один раз забыла перчатки действительно было больно как иголочками прям усыпан Гера ты чего так что с тобой Гера Гера бери забирай ну сейчас она заберет и уйдет правда так надо было я немножко подальше поделать сейчас попробуем Грету позвать Гретта идешь к нам Гретта вот она и пришла вот она пришла к нам вот они уже привыкли что мы к ним приезжаем подходят постоянно все равно конечно мало но приятно кушают их обычно кушают они обычно вечером когда они уже голодные они все сидят утромая наблюдают за страусами за этими что что не надо они как голодными голосами уже сидят смотрят ну просто смотрят как у телевизора смотри как красиво Гера это какая я угрива красивая это водила мама поднесу ну уже чья это просто чтобы они подошли кушать кушать кстати львов они не самые большие среди кошачьих они по кушают кушать на первом они а не могут кушать вот рядом постоянно лежит. Так, Ера, подними. Ляля маленький. Так, давайте с другой стороны. Может, попросите. Он развалился. Ера, Ера. Вот, самые маленькие, это детки Еры. Вот эти, которые вот сейчас. Вот ли камешка. А вот эти вот сами. Мама, Мама, Мама. Она как ребенка, да? Она высоко усовывает? Не, она меня не кусает, но главное пальцы, конечно, не кусовывать. Если я высуну, я не хочу проверять судьбу, все-таки я держу особым образом, чтобы... Коготки у нее хорошие. Просто кажется милой кошечкой, но на самом деле, конечно, лучше не проверять. Лучше не трогать. Не надо. Они могут разыслиться. Ера, пошли с другой стороны. Ера. Там другая. А, там еще кто там? Где? Сзади два льва. Ну, как видите, тилл вряд ли нападет. Пытается прогрессировать. Хорошо, что у нее это не удается. Но если на дверях, то видно, что у нас ухажовано. Они вот пытаются к нам упасть. Это что они? Это что они? Это что они? Да. Да. У них все хорошие. У них, кстати, у львов самый сложный период, это Девс. Я здесь, я здесь. Потому что только 20% выживает до двух лет. Мальчик. 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 Этот трон Девса на него вот поднимается, чтобы осмотреть своя владение и чтобы порычать. Вот, рычание льва звучное, извините, извините, на расстояние до 8 км на открытой месте. И когда начинают Девс рычать, подключаются белые львы, полярные волки, обезьяны. Начинают кричать. Весь зоопарк на уши поднимается. Здесь очень шумно, становится серьезно, очень громко. Ну, я думаю, что соседям тут очень весело в это время. Сейчас, наверное, уже пора А вон маленький подошел Вы его тоже кормите? Нет, его кормить нельзя Ему там особое мясо дают Еще молоком самых маленьких скармливают самка Главное, чтобы под колеса, конечно, не залез Поехали Так, Грета Грета, ты не под колесами, хорошо С нами кто-то сейчас поедет? С нами едет один безбилетник Все нормально Она очень любит вот так кататься А еще второй подталкивает машину Еще Грета за нами идет Все нас провожают Вот толкает машину, чтобы мы поехали Какой умничка Слава Богу Если бы не подталкнул, как бы мы поехали, а? Ну, а вот эта Гера, она всегда с нами катается Она очень любит вот так на ступеньках садиться Ехать с нами Главное ее до зоопарка, конечно, не довезти Ее туда не пустим Надо за этим тоже проследить А некоторые, им удобнее там становиться передними лавками на ступеньке А задними идти Они тоже вот как маленькие только что толкают машину А Гера как-то вот так В комфорте Все правильно Ера, тебе так удобно, а? Едет с нами все еще Надо будет ее потом как-то попросить уйти Ну, пока пускай с нами Не, клетку не откроют Для этого здесь 4 замка Я с этим свяжу Гера, ну пока Гера О, умница Красавица Они все понимают Серьезно Если я сняла перчатки Закрыла крышку, все Вот так, дорогие друзья Вы видели так называемое сафари в биопарке Как я уже сказал, выше на машине Ну, честно, не советую За эти деньги Есть гораздо более интересные места в Украине В том числе и та же самая Scania Nova Да, чуть дальше Но при этом гораздо интереснее Комфортнее И лучше Итак, мы с вами продолжаем путешествие по самому зоопарку Идем дальше в зоопарк Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А, еще да, что хотел сказать, конечно, что раздражает очень сильно, особенно возле вольера, скажем так, или загона для кенгуру, который сделали бревнами, вы видели, наверное, в середине ролика, высота такая, что ребенок, когда подходит, все дети просят пап взять на руки, потому что просто достать невозможно, посмотреть ребенку. Сделали они, конечно, как бы, типа, такие места, где можно поставить ребенка, показать, невезопасные, которые на двух досточках, очень опасные, то есть я бы своего ребенка не поставил туда. А самое, что печально, если, допустим, заехал инвалид, то он просто-напросто, вот, допустим, кенгуру он уже не увидит, черепаху он уже не увидит. То есть, действительно, под инвалидов не приспособлено, не сделано нормально, поэтому, еще раз повторюсь, думайте, выбирайте, смотрите. Видите, честно, за эти деньги лучше поехать, особенно, если, посчитай, допустим, с семьей, там, 5 человек, да, или 4 даже человека в машине, то лучше съездить даже в Винницу или в идеале в Асканию Нова. И зоопарк, и сафари, и, хотя, вы знаете, честно сказать, тоже, наверное, Аскания Нова не идеальный зоопарк, не идеальная сафари, но, если сравнивать с Одесским биопарком, то, конечно, на две головы выше. То есть, я бы, честно, поставил после посещения Одесского биопарка оценку по 5-бальной шкале, ну, 3 с минусом, с таким большим-большим минусом. Итак, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых эфиров!